Welcome, с вами Дэн. Сегодня пойдет речь, как научиться японскому бесплатно, живя уже в Японии. Если вы приехали по рабочей визе, либо у вас туристическая виза, и вы хотите поучить японский, то самое время зайти в ваш муниципалитет, к которому вы относитесь по месту прописки. В моем конкретном случае мы находимся в Канагаве. Вот, пожалуйста, вот так выглядит муниципалитет. И рядом с ним пристройка. Это так называемое здание сервиса. Обычно все школы, которые находятся рядом с муниципалитетом, бесплатные, они называются как Барантия Скул. Если у вас есть желание поучить японский, вам нужно найти Барантия Скул в вашем районе. Для этого вам необходимо пойти в муниципалитет и спросить об этом прямо внутри муниципалитета, у информационной стойки. Они работают даже в выходные, поэтому если вы работаете, и у вас нет времени зайти сюда в будний день, вы можете зайти сюда в выходной день и также узнать. В общем, в самом, внутри муниципалитета, вот так выглядит, здесь вот обычно работает информационное агентство, ну, как агентствуют люди, скажем так, на информацию. Но сегодня у них выходной. Но в любом случае вот здесь, на стойках, вы можете найти необходимую информацию. Вот в данном случае информация для иностранцев вот так выглядит. Что касается школы, вот можете найти вот такой вот календарь, к примеру. Вот так выглядит. То есть, Japanese language Saturday class. Let's talk and learn Japanese. Вот можете познакомиться, соответственно, где, во сколько и в какие дни и часы они проводят занятия. То есть, о цене здесь ничего, ни слова нет. Поэтому это является, вот, кстати, здесь написано там, бесплатно. Вот, поэтому смело приходите, учите. И это будет для вас большим плюсом, если вы будете изучать в нерабочее время японский язык, в то время как это не отвлекает вас от работы. Как вы можете видеть, здесь несколько вариантов, несколько школ. Это так, на первый взгляд, то, что я нашел, то, что в глаза бросается. На самом деле их может быть намного больше. Как мы видим, здесь есть бесплатный, ну, как бы, условно бесплатный. Вот, платить нужно только за материал 300 йен. Есть платные уроки, где 22 урока стоят 11 тысяч йен, но это очень дешево. Также есть, вот, один раз 100 йен. Здесь вот у нас, что, тоже за 1000 йен. И также здесь, например, как мы видим, бесплатно в том числе. Вот. Ну, в принципе, если вас интересует, обязательно подойдите, вот, к информационной стойке информации для иностранцев. И посмотрите здесь, вот, особенно, например, отдельно они выстроены. Как вы можете видеть, разные японские школы в вашем районе. Учиться вы можете как в муниципалитете, так и в Барантия-школу, то есть в волонтерской школе. Также некоторые волонтерские школы имеют платные уроки, но там вы платите исключительно за сам материал, то есть учебный. Это порядка 300 йен за занятие. Это очень дешево. Вот так выглядит школьный двор. Это изнутри. Здесь вот у них раздевалка. Это начальная школа, junior school, учатся самые маленькие. Видите, после детского сада идёт. Тут у них такой вот дворик, парковка для велосипедов, для машин. В основном для учителей и для родителей. Если приезжают. Вот, например, в таких школах обычно устраивают обучение японскому языку в Барантия-како, то есть волонтерские школы. И здесь проводятся занятия с утра, выходные. То есть желающие поучиться бесплатно, пожалуйста, приходите. Но нужно только сначала узнать, в какой именно школе в вашем районе проходит такое обучение. Обычно в каждом районе есть такая школа, и поэтому вам не придётся ехать в другой район. Детали узнавайте у вашей муниципалитеты. Ну а с вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!